Политические взгляды разные, цели напротив. Общие, честные выборы. В одном зале региональные лидеры шести партий. Мы заинтересованы в том, чтобы выборы были честными и свободными, говорили присутствующие во главе угла политическая конкуренция и профессионализм. Мы хотим, чтобы победили самые достойные и самые достойные программы, которые они будут предъявлять своим избирателям. Ну, обид у нас никаких нет. Опыты мы набрали с ценой, будет лучше в следующий раз. Мы выступаем, что за политическую конкуренцию. Тот лозунг политической борьбы, который у нас до сегодняшнего времени часто использовался, мы считаем он вреден и дестабилизирует ситуацию. На сегодняшний день, в общем-то, мы увидим позывы власти президента во всех его речах и словах, что ребята, давайте, предлагайте, предлагайте новые методы, новые какие-то предложения, которые позволили бы внести там какие-то изменения. Мы говорили, что к великому сожалению, видимо у тех партий, которые сегодня занимаются всеми этими грязными технологиями, за спиной-то, наверное, нет дел, которые сегодня жители города Орла, Орловской области видят. Это и детские сады, это и школы, это капитальный ремонт внутридворовых территорий, строительство бассейнов, строительство ледовых дворцов, масса-масса позитивных вещей. И мы видим, что сегодня город Орел действительно преображается. Еще в августе представители четырех партий подписали своего рода договор за честные выборы. Инициатива создания и подписания соглашения принадлежала Родине. Среди главных целей объединение конструктивных сил вне зависимости от политических взглядов и пристрастий. Уважительное отношение ко всем участникам избирательного процесса не менее важно. Выборы должны проводиться без провокаций и грязных методов борьбы за голоса избирателей. Я понимаю, у нас у каждого политические разные взгляды. Мы политические оппоненты. Но еще раз повторяю, конструктив должен быть во всем. В том числе и в политической борьбе. Как мы потом друг другу в глаза посмотрим? Мы живем все под одним небом, под Орловским небом. Мы предвидели это, что те партии, которые не подпишут соглашения о честных выборах, будут вести их нечестно. Мы, правильные парламентские партии, должны бояться конкуренции. Мне очень понравилось, что сказал Зайцев от партии Яблоко, что чем больше партии, тем больше интереснее будет игра, интереснее будет борьба. Я еще раз обращаюсь ко всем и к жителям, и смотреть обязательно списки партии, смотреть плакаты, те политические силы, которые сегодня выдвигают судимых, фактически криминал во власть. Посмотрите списки, уважаемые избиратели, это тоже очень серьезно. И, на мой взгляд, криминалу не место в органах исполнителей власти и представительного органа местного самоуправления города Орла. Сегодня, посмотрите, многие самовыдвиженцы идут и фактически покупают, уже есть в избирательных комиссиях жалобы, покупают избирателей. 500, там 300, 1000 рублей, но это нарушение закона, прямое нарушение закона. Подписи представителя ЛДПР в меморандуме хоть и не было, но принципы партии разделяет. Мы заинтересованы в проведении чистых и прозрачных выборов, подчеркнул Андрей Куцин. Выборная кампания должна проводиться честно, в рамках закона, без поливания грязью, бросания грязными тряпками, грязным бельем, это ни в какие рамки не лезет. Напомним, выборы депутатов Горсовета 5-го созыва состоятся 13 сентября. Досрочное голосование проводится участковыми избиркомами уже со 2 сентября. Наталья Пехстерева, Павел Джамабаев, телеканал Первый областной.